Привет, народ! Пришли с обеда. Обед не удалось сфотографировать, потому что у нас трошки получилась заморочка с кардиологом, то есть мы там задержались. И когда я уже села обедать, был сильный шум в столовой, я не стала снимать. Я так бегло вам объясню. Короче, у меня была соляночка сборная, жидкие. Это она первая. У Вити было овощное пюре на курином бульоне. В общем, там брокколи, кабачок, тыковка, все это блендернули они и сухариками засыпали. Это было у него такое первое. На второе нам подали лосося в куске и этот самый цветная капусточка под сырным соусом. Ну, а все остальное мы сами брали. То есть салаты, какие хочешь там, раз, два, три, четыре. Четыре вида салата, соуса и все остальное. И компотик. Все. Ну, я так бегло. Ребят, чуть-чуть у меня времени, минут сорок. И видите, какая я вон вся пышу, дышу я только из ванны. Ванная с таким массажем, такой трансбой воды, там, короче, очень взбудораживающая классная ванна. Все. Показывают. Бегло-бегло, быстро-быстро. Вот это вы видели, но я еще раз покажу, может кто-то не видел или невнимательно смотрел. Вот эта жилеточка из... Я чуть-чуть ее отпущу. Из козьего пуха. Она очень тоненькая. Она вроде как кажется большой, но ее можно свернуть в кулачок буквально. Она очень не емкая, не тяжелая, легкая, как пушок, но при этом очень тонкая, но очень теплая. Витя мне подсказывать будет. Да, ему рубашечку купила на кнопочках вот такого цвета Василькового. Она уже просто одевалась, я ее не буду уже складывать на кнопочки Василькового цвета. Красивенькая, катоновая, легкая-легкая. Это рубашечка. Потом, это я туда, чтобы был костюмчик. Себе купила платье, меня назвал мой друг. Но оно дорогущее, ребят, 1750. Но оно того стоит. Короче, я в нем вышла уже с примерочной. Он говорит, Служебный роман Людмила Прокофьевна. И сегодня еду по фаяне, сидят в водичку, пьют он. О, тетка из кино. Вот такое платье оригинальное. Получается асимметрия. Видите, оно получается вон перед вот этот зад. То есть вот такого летучая мышка. Рукавчик три четверти. На кармашеке стразики, как я люблю. Вы заметили, да? Золотое, серебряное. Это все мое, потому что я сорока по жизни, видимо. Наверное, в прошлой жизни у нас сорока. Витя сказал брать две кофточки. Я насмотрела одну, но он сказал, Бери две и все. И бери, и бери. Я взяла. Они по 350 рублей. Вот такие. Она здесь на подтяжечке, потому что фигуру, если кто видел мою, не видел. Я всем расскажу, какая у меня фигура. У меня животик. С молодости. Но это не есть изъян. Покойный муж говорил, Женщина без живота, это свадьба без музыки или квартира без мебели. В этом есть логика. И вторая идентичная кофточка с такой же прекрасную. Вот такого цвета. Витя сказал, это как ты сказал, цесарочка чешонка. Цесарочка, да. Да, цесарочка. Три чешона. Короче, вот этот рукавчик, он фиксируется, вы поняли, да, на подборочку, на пуговку. Тоже такую же красивенькую. Со стразочкой. Материал, который называется холодок. Холодок. Двое джинсов. Одни поплотнее, другие более летние. Вот это летние. Дырка, дырка. Витя сказал, вон и шо, старий. Кажут, да. Цена комода у нас. Но они не на молнии, а на пуговках. Поняли, да? Такие всего лишь 400 рублей. Кофточки обе по 350. Брючки 400. Стояты чуть подороже, но они поплотнее. Другой немножко фасон. Тут высокая посадка, но они стрейчевые. Высокая посадка. И вот такая обработка на ноге снизу. Ну, там типа за внутренний шовчик такой интересный. Вот. Такие подороже. 600. Вот. Потом. Витя, чуть попозже покажу. Не думайте. Витя тоже все куплено. Все, что желали, то и купили. Вся кофточка Витя 400, да? 400 с вот таким красивым рукавчиком. На нем вот такая обработка. Рукавчик в сеточку и золотая такая, серебряная такая полосочка. Я не знаю, как ее назвать. Полосочка. Как бегущая такая штучка. Дальше. Вот эту кофточку, она очень дорогая, но она того стоит, потому что очень хорошая ткань. 1150 уступали нам. За 1100 она ушла. Но она хорошо смотрится. Из-за вот этого зацепилась. Сейчас, ребят. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Шнуечек. Вот пусты. Короче, тут получается эффект в чем? Воротничок. Видите, здесь стоечка-воротничок отложной. И вот эта вот черная полосочка, она слишком эффектно хорошо смотрится. И вот эти буковки по шлейфу, по рубашечке. И на рукавах тоже такая же черная это со мной. Это фирменный хороший польский товар. Качество ткани очень хорошее. Не катается тоже мышкой. Летучей мышкой рукавчик. Вы меня видите? Вот. Этот тоже 400, но он такой, короче, он тоже тоненькая вязка, но он ажурная тонкая вязка, но вот такая прекрасность спереди, спереди. Видите, на грудке оно красивенько получается. И оно длинненькое, ниже бедра получается. Кофточка под брючки, под юбочку будет самый тон. До бедра. Витины брючки. Витя, а сколько они, чтобы я не... Вот ты же покупал их почти сам. Да. Сколько, не помнишь? Тут получается легкая клетка, видите, но ее видно не очень сильно. Она не отличается, скажем так, от цвета. 400. 400. Брючки, но они идут прямые, вот их низ, не зауженные, то есть никак не молодежный стиль, а такая чисто классика. Кармашики глубокие, хорошие фирменные штанси. Сенатор. Видите, очень в них прикольно, классно. Под них мы, под брючки, взяли вот такую балерон, как она называется, не балерон, как она называется, Витя? Вот такая, с таким, знаете, карманом, что руки у меня вот тут встретились. Карман, который по всему периметру кофточки. Муфта. Муфта, Витя, как же. У меня есть муфта. И хороший, удачный капюшон, то есть хороший крой капюшона, закрытое горлышко и капюшон на подтяжечке. Вот. У него такая кофточка будет под вот такие. Красава. Витя долго мечтал, мы долго искали, но мы нашли. Мы это сделали, ребят. Они стоят 950 рублей за 900. Он их нам отдал. Вот такая вот, видите, подошвочка. То есть они гнутся. Вот эти подошвы очень хорошо носятся, они лопаются. Это набук. Шнурочки хорошей фиксации. Вы видите, даже вот такие металлические. что последние были. Да. И размер был наш. Одни остались. И он нам хорошо уступил на них. Вот. Это под них. И под них еще вот такая вещь. Значит, двухсторонняя куртка амбре с цветом амбре вот такой обработки. Обратите внимание, руках. Черный переходит в серый, в серый, в серый. Также. Вот. И вот эта вот верхняя часть курточки, черный воротничок, верхняя часть курточки получается подвитен цвет. Она офигенно на нем сидит. Вот такая вот штучка. Сидит на тебе. Да. И двухсторонняя, я же вам вначале сказала. Будешь перебивать, будешь... Покажи, покажи, да. Видечка. Она двухсторонняя. Видите, тут змейка на две стороны. Она может быть и черной, и вот такой. То есть, и еще в ней эффект того, что она не промокаемая, а моя. Она между ветровкой и курточкой. То есть, она плотнее, чем ветровка, но такая. Не назовешь ее теплой, но она вот такое, межсезоннее. то есть, хорошо на нем сила, как раз его размерчик. Она стоит ровно тысячу рублей. Вы, извините. Кому это не нравится, я не знаю. Пробачьте. Извините. Так, вот такую куртку мне уже на выходе взяли. Я не помню, сколько она стоит. Вот такая она. Не, не пишут. Видите, они цены сразу срывают. Да. Да. Это размеры, указаны размеры. Вот. Она прикольненькая, с капюшоном. Вот здесь вот кофе с молочком, вот здесь серый цвет. Сила она на меня хорошо. Рукав фиксируется длина вот таким манжетом, то есть, вверх-вниз. На змеечке, типа, как косуха, но она не косуха, так чуть-чуть на уклон уходит. Курточка. Себе брюки взяла на резинке. Без змейки я их долго искала. Вот такие они. Тягучки, удобные. Обманки, карманки, обманка. Тут ничего нет. И они идут тоже. Почти классика. Ну, чуть-чуть заужение идет. Чуть-чуть. Такого образа. Нет, чуть подороже. 600 рублей. Вот. Снова две кофточки и еще одна вещь. И все, вот такая кофта. Ну, она просто такая повседневная. Да, она же 250, буквально. Чи-чи. Слово-паразит Чи. Чи-чи-чи. Вот Чи-чери, Чи-чери. Так. И вот такая блестяшка. Блестяшка у Наташки. Но она такая из длинненьких. Ее можно под брючки носить. Тоже 350. Вот. И еще вниз сюда. Ой, ты божечки. Красота. Юбочка, ребят, такая, она более теплая, но села, офигенно села по фигурке. Обтянула, и она чуть-чуть вниз карандашиком. То есть, такого она качества. Вот видите, такой вот трубчик. Но она такая тепленькая. Вот сейчас ее можно будет под эту курточку и под туфельки будет офигительно. Все, крайняя кофточка. Я в ней вчера была, поэтому она уже почти не сложена. Вот такого образца тут бижутерия идет. Красивая. Видите, я из-за нее, что же выглядываешь? Уж я, что же красиво. Держвана. Вот такая вот штучка. Она висит на кофточке и оно очень получается эффектно. Она вот здесь где-то заканчивается. Оно так смотрится классно. Вот эти бутыки себе купила под брючки. Но они кожаные, дорогие, тоже Польша с вот таким вот обрамлением. Видите, вот эти вот камешки, они так сверкают красивенько, когда ты идешь. Вот видите, как они мягонькие, такие очень легкие, буквально невесомые. Вот такие туфельки с окошки я вам вчера показывала, ребят. Короче, я в них вчера выходила часа два с половиной мы ходили, да, по этим источникам искали везде, где водичка глицериновая, где водичка с железом. Знаете, что интересно, антроповскому не дошли в то же время, а не успевали. Интересно то, что вот идет источник, да, внизу камни, то есть уже начинается какая-то там, ну, нызина такая. И по этим камешкам стекает вода. Вот эта, которая металлическая, дает такой прям рыжий цвет, то есть металл преобладает в воде. А когда нашли глицериновый источник, по камням идет такой вот белый маслянистый слой глицерина. Мы там умылись этой водичкой, она действительно мягонькая, приятная на лицо, но чуть-чуть пахнет болотцем. И эти сапожки меня выручили тем, что вот вот эта классная вещь, что они гнучки такие, гуттаперчевые, короче, они прикольно гнутся. Там у нас овчинка, здесь у нас кожа натуральная и вот такая змеечка, то есть ее обуваешь через пяточку этот ботик, а вот эта змеечка на пол высоты ботика. И у него такой эффект вот сморщенности, то есть он будет очень хорошо под брючки. И даже так. Вот эта вот штучка сверкает. Витя сказал, как вы говорили, девки идут с зеркалами, чечемы там, что-то там, зеркало заднего вида. А, зеркало заднего вида. Когда идешь, она тебе лепается. Короче, мы чудим, тут чудим. Каждый придумает то, что хочет. За столом тоже прикалываемся, везде прикалываемся. Что-то еще хотела показать. Что-что-что-что-что-что-что. А, вот они. Вот, и еще две пары, ребята, и все, и все, все. Вот эти вот легкие, совсем легкие, совсем. Буквально, это не весят ничего, я не знаю, такие. Тут вот резиночки, удобно обувать. За 500 рублей они были, по-моему, крайними. Короче, я их забрала, гривен. Да что ж такое. И вот такие вот кроссовки, буквально я приеду, буду в них ходить. Тоже они легкие, кожаные, дорогие. Тысяча двести, наверное. Может быть, а может 900. В общем, они уступают, если сильно дорогая вещь, они уступают до 200 гривен. Вот это те, которые следики, помните, я вам все говорила, что мы их никак не могли забрать на новой почте. Вот такие следики, посмотрите, какая тяга, видите. То есть, можно их на обувь сверху натянуть и ходить. Мы выходили, их они вынесли. Бейтины мои. Цвета были только такие, я хотела взять. Да, и самое интересное, вот это вот дает эффект не скользкости. То есть, я даже шла по льду, а мне пофиг. То есть, вот так, они не скользкие. И это очень радует, потому что шла туда в ботинках, первый раз мы с утра ходили в ботинках, я просто встала, встала на это, и, короче, я ехала, Витя меня уловил. Все ловили. Потому что у меня и телефон в руках, в общем, было это, а потом там батарейка у нас подсела. С батарейкой беда, потому что, когда работают телефоны, сами понимаете, сколько он тянет мощи, и она очень быстро уходит. Вот, ребята, все, теперь знаете, что я буду делать? Я буду минут 20 отдыхать. Я, Витя говорит, Лен, нет отпуска, я говорю, есть, мы лечимся, мы улыбаемся, мы скачем, мы прыгаем. Дай Бог каждому, чтобы кто-то спрашивал, часто ли вам дают эти путевки. Я думаю, дают, потому что у меня уже в бригаде девчата съездили, и в прошлом году ездили, дают. Ну, в общем, условия это у нас понятно, что у нас 15% стоимости путевочки. В принципе, цены очень дорогие. На медблоке, я посмотрела все цены, но дешевле 200 гривен, нет ничего. 500, 600, 350, 250, и так далее, и так далее. А массажи, маски, пилинги, это намного все дороже. А это у нас дается нам на лечение к этой путевке 10 тысяч гривен, и вот этими мы гривенами пользуемся. Вите 10, мне 10. Вот так, все секреты рассказала, поделилась, хотела бы, чтобы вы здесь побывали, потому что это того стоит, ребят, дышится легко, спится хорошо, улыбается здорово, скачется весело, и так далее. Все. Всегда с вами Лена, Витя, Витя, Витя классно, он лег и лежит, и уже бульки пускает, и ну хорошо, а я вот тут от работы. А у нас через полчаса снова процедура. У меня будет Nouga Best, это коечка, которая делает вытяжку вот так, хребта, то есть меня вот так, как на дыбе, тянут, потянут, и ручной массаж у меня, и что еще, Витечка? Ручной массаж, дыба, наверное, все, да, дыба, я ее называю дыба, она Nouga Best, а у меня дыба. Видела сегодня прикольный, не знаю, наверное, может и пойду, хотя не думаю, что это мне надо, короче, этот, Free Fish, короче, массаж рыбками, аквариум, сидишь, опускаешь ножки, девочка села, я ее там, трошки помогала, ей бы она вот так натужилась, и сидит, не бойся, полноги она у тебя не съест, а там их, ну, больше двух десятков, вот таких вот рыбешек черных, белая брюшка, черная рыбка, и с таким, вот таким, этой, присосочкой, девочка боится, пальчик, пальчик сунет, я говорю, да не съест она, и она, короче, когда засунула, и когда она всю ножку туда опустила, как она начала хохотать, я вместе с ней, короче, хохот стоит на весь первый этаж, на нас люди заглядывают, а девочку аж корчит, ой, 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 я говорю, я сильно щеконна, она, боже, как щеконна, их там много, она их не видит, они ее не загорят, много, а они на эту ногу, фу, короче, подъели девочку, она хохотала, минут пять, наверное, бедная, потом уже понимает, что уже надо успокаиваться, бы истерика на весь этаж идет, представьте, а потом втирали ей масла, масла, какие-то кремчики, кремчики, я как раз сидела на руках, по это самое, а она сидела, вот такая процедура, ну, я думаю, я не пойду, я уже вроде как, у меня проблемный мах, хотя это не есть проблема, там не идут с проблемами, там люди просто идут, потому что есть деньги, все, целую, люблю, всегда ваша Лена и Витя, и погода в доме, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, я все комментарии читаю, всем ставлю, кому, кто задает вопрос, отвечаю, на коронавирус мы сдали, этот, не переживайте, кто-то говорит, боже, вы сдали тест, мы здоровы, чего и вам желаем, все, пока, целую, люблю.